Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением о книге Роза Марена Стивена Кинга. Хотел днём снять это видео, чтобы нормально было освещение, но спасибо моим соседям-трудяшкам, которые третий день не выпускают из рук дрели перфоратор. Невозможно это было снимать днём, поэтому вот уже решил снять вечером, потому что неизвестно ещё, насколько это затянет. Сразу хочу вас предупредить, что, скорее всего, будут спойлеры. Я немножко думал о том, что я хочу сказать, и понял, что, скорее всего, без спойлеров тут не обойтись. Я, конечно, постараюсь сделать это по минимуму, чтобы не совсем уж всё раскрывать, но дело в том, что сюжет здесь очень простой, и самое основное здесь написано даже в аннотации. Единственное, что уже по ходу дела Кинг это всё раскрывает, описывает более масштабно, но весь основной сюжет, то, что происходит в книге, даже описывается в аннотации, поэтому тут, в принципе, уже с самого начала известно, о чём будет в этой книге, но единственное, что может быть немножко там в конце нам непонятно, чем и как всё завершить. Вкратце расскажу вам сюжет этой книги. Главная героиня Рози – это женщина, которая 14 лет прожила в браке с мужем-тираном. Он всячески издевался над ней, избивал, и причина для избиения могла быть любая. Ему могло не понравиться даже то, как заправлена постель, то, что, например, наволочкой под одеяльник разных цветов, и за это она могла быть очень жестоко наказана. Она нигде не работала, вот как раз она занималась ведением домашнего хозяйства. Муж её, Норман, он был полицейским, поэтому она боялась обращаться в полицию, потому что у неё как бы в уме было то, что все полицейские друзья, все заодно, и никто ей никогда ни в чём не поможет. И так вот 14 лет она прожила в страхе, боязни и боли, и в один прекрасный момент она решает сбежать от него и начать новую жизнь, что она и делает. Переезжает в другой город, Норман, её муж, это полицейский, очень жестокий, злой, хитрый, умный, и он, конечно же, хочет её во что бы то ни стало найти. То есть вопрос о том, чтобы искать её или не искать, и дать ей спокойно жить, даже не стоял. То есть он решается найти, и в принципе на этом завязывается весь сюжет, и об этом, в общем-то, и вся книга. Ну, несмотря на то, что такой короткий и незамысловатый сюжет, книга достаточно толстая. Вот у меня 540 страниц. С чем это связано? Связано это с тем, что очень много описания. Нам описывается, очень прописывается хорошо характера герою, очень много описаний каких-то воспоминаний, мыслей. Описывается то, как герои принимают решения, взвешивают все за и против, думают, что им, как сделать так, так, как поступить в определённой ситуации. То есть очень много вот таких описаний. В принципе, мне это всё было интересно читать. Есть книги, которые из-за вот таких длинных описаний занудны, но, может быть, из-за того, что я люблю Кинга, не знаю, с чем это связано, но, тем не менее, мне абсолютно не было скучно, было очень интересно это всё читать. Но хотя, конечно, иногда такое ощущение, что это уже заходило далеко. Ну, вот сейчас я вам расскажу один такой небольшой случай. Например, главная героиня Рози общается со своей сотрудницей, и сотрудница как бы делает такое замечание Рози, что ты, говорите, сегодня неважно выглядишь. И Рози как-то задумывается на секунду, но это на секунду там у них, у нас это длится несколько страниц. То есть она сразу же при этих словах вспоминает, что она вчера не могла долго заснуть, что она сначала сидела на кровати, потом легла, потом она начала вспоминать какие-то моменты жизни вот с её бывшим мужем, что там было не так, когда они там... Ну, это, к примеру, может, уже там именно вот это описывалось, когда они куда-то поехали, и что там было, и всё. Ну, вот такое. И ты уже вот это читаешь, считаешь, считаешь, и потом через несколько страниц Кинг возвращает нас обратно в это место, где она общается со своей сотрудницей, и Рози ей отвечает, да нет, всё нормально, и ты уже забываешь, что было до этого, и такой, не понял, начинаешь продистывать страницы назад, и вспоминаешь, с чего же это всё начало. Но мне, наверное, книга этим и понравилась, вот этими описаниями, подробными, чёткими, если бы не было этих описаний, если бы было чётко по действию, тот пошёл туда, она пошла туда, это всё бы быстро закончилось, и не было бы нагнетания вот этой обстановки, этой атмосферы, а так ты постоянно ждёшь, что вот что-то произойдёт, что-то произойдёт, и ты тоже вот в этом страхе. Книга достаточно тяжёлая, тоже говорю сразу, некоторые моменты действительно тяжёлые, даже вот самое начало описывается, когда эта главная героиня Рози сидит на ковре в доме у себя с мужем, и у неё происходит выкидыш, то есть понятно, что это, как бы физически не описывается, да, как это происходит, но описывается, ну, это уже вот, я скажу так, где-то на грани, описываются все её эмоции, и в этот момент, и, ну, это было читать так достаточно тяжело, и, наверное, неприятно, и, как бы, таких вот моментов с такими описаниями в книге достаточно. С одной стороны, конечно, это вроде бы тяжело, но с другой стороны, это, наверное, помогает тебе всё-таки прочувствовать персонажа, и на протяжении всей книги вот тебя не покидает мысль, что ты находишься вот именно там, что ты живёшь с этими персонажами, вот, ну, это такое, конечно, водичка, как-то, знаете, и то, и то хочется сказать, и, наверное, я сейчас попробую рассказать о плюсах и о минусах, что мне не понравилось, чтобы это, может быть, было как-то более упорядочено. Начну я с минусов. Минусов, на самом деле, не так много, но вот таких вот явных прям минусов, то, что мне не очень понравилось, это два минуса. минуса. Самый большой минус и самый главный минус, то, что мне не понравилось, это то, чтобы сюда, ну, может, не в конце, где-то вот после 400-й страницы, где-то так, по-моему, вмешали фантастику. Изначально начиналось произведение как хороший такой добротный триллер, действительно была напряженная такая атмосфера, и зачем-то, я не знаю, зачем Кинг решил сюда вмешать эту фантастику. У меня было, конечно, такое впечатление, что он уже не знал, что придумать, как сделать развязку, и вот впихнул сюда вот эту историю с фантастикой, чтобы как-то это все разрешить. Но я уверен, что это не так. Я думаю, что изначально это все было продумано, и изначально у него была такая идея все так сделать, и он так и сделал. Но вот смотрится это так, что это вот было придумано на ходу. Ну вот мне почему-то так кажется. И сам Кинг сказал, что, по-моему, об этой книге, что это самая худшая его книга. Хотя с этим я не согласен, и я не знаю, конечно, когда он это говорил, в каких годах, может быть, те книги, которые мне понравились меньше, были уже написаны. после этой книги, но вот даже те, что у меня есть книги, которые я читал не так давно, например, «Безнадега», «Страна радости», «Игра Джералда» даже. То есть, как по мне, вот эти книги понравились мне меньше, намного, чем «Роза Марена». Хотя даже вот некоторые, по-моему, сравнивают игру Джералда с вот этой книгой «Роза Марена». Но, опять же, «Роза Марена», мне кажется, совсем не похожа с игрой Джералда, абсолютно разные. Ну, только и того, может быть, что там главные героини девушки. Но больше ничего общего я в этих книгах не нашел. И «Роза Марена» мне понравилась намного больше, чем «Игра Джералда». «Игра Джералда» такой достаточно скучный роман, но вот как по мне, не очень интересный. Вот. И по поводу этой фантастической составляющей, мне даже не то, что не понравилось то, что она была сюда впутана, и не то, что я не люблю фантастику. Если брать того же Кинга, у него есть отличная книга, всеми, наверное, известна. Это «Кладбище домашних животных», «Бессонница» тоже очень мне понравилась. Но там все замешано на этой фантастике. То есть там сюжет уже состоит изначально из этого. Там, ну, как бы, без этого никак. А здесь вот, ну, как такая ситуация, что она, вроде ее пластилином кто-то туда прилепил эту фантастику, ну, ни к селу, ни к городу. И, в принципе, как все разрешилось в этой книге, мне понравилось. И у меня, ну, в принципе, наверное, осталось хорошее впечатление. Но то, как это все разрешилось, мне это не понравилось. Ну, вот если, например, чтобы вы поняли, привести пример, какой, ну, вот, какая-то война, да, например, сражаются, то есть, абсолютно в каком-то серьезном фильме, какая-то война, сражаются две стороны, одна сторона, вторая сторона. И тут внезапно, откуда ни возьмись, появляется какая-то сила, и одну сторону она убивает. Просто вот так там по щелчку пальца, и одна сторона умирает, погибает, и победителем оказывается вторая сторона, и как бы все счастливы, все довольны. То есть, вот, в принципе, плюс-минус вот так все происходит. Конечно, вроде бы, да, есть радость, все нравится, все классно, но, как бы, остается какое-то такое непонятное чувство. Вот, вот этот момент мне не понравился, это вот, наверное, один основной такой минус. Поэтому, смотрите, если вы фантастику не любите, то я вот, как бы, рекомендовал бы вам подумать, над тем читать эту книгу или нет. И второй минус, ну, он, конечно, поменьше, но тоже мне он как-то не очень понравился. Мне не понравилось, не понравилось то, как развивался персонаж Нормана, вот этого мужа полицейского, садиста. В конце из него, и при том, как-то очень резко, сделали прям какого-то маньяка и совсем чокнутого. Если нам показывали изначально, что это был такой, как бы, достаточно умный чувак, скажем так, который на 10 ходов все просчитывал вперед, постоянно все продумывал, у него были какие-то сомнения, что как ему сделать, или так, или так, и он все вот это просчитывал в голове, то в конце, ну, вот как-то резко он прям свихнулся и показали его вообще каким-то припадочным. Вот. Ну, мне вот это как-то такое быстрое развитие совсем не понравилось, и ну, вот, мне это не понравилось, и иногда вот читал я, и как-то, ну, было интересно, да, но, ну, как-то странно, мне кажется, что, ну, вот в жизни прям такого не бывает, что человек, ну, буквально там за один, за полдня прям взял и свихнулся. Ну, понятно, что там и так было не все в порядке у него с головой, ну, вот, я же говорю, как мне показалось, что как-то все было очень быстро, и все вот было очень преувеличено. Ну, может быть, конечно, это было сделано специально для того, чтобы показать, скажем так, весь вот этот страх, нагнать еще больше страха, и, в принципе, наверное, в какой-то степени это и удалось, но вот если немножко включать мозг, то вот как-то все это было быстро, ну, вот как мне показалось. Быстро и неправдоподобно, но это вот таких два минуса. В целом, я не могу сказать, что они очень повлияли на мое отношение к этой книге, и из-за этого я бы как-то существенно занизил оценку, но вот если из пяти, я поставил бы ей, наверное, 4,8, то есть две десятых балла я бы убрал за вот эти два пункта, а так, в целом, это, ну, не могу сказать, что прям очень существенно повлияло, потому что вот то, что было в начале, то, что было до всего этого, то, что было до этой развязки, оно вот как-то это все перекрывало, перекрыло, вернее, собой эти минусы, и в целом на впечатление от книги это никак не повлияло. Что мне понравилось? то, что мне понравилось, мне кажется, я уже, в принципе, об этом и сказал. Мне понравилось то, что очень хорошо прописаны герои, хоть по поводу Нормана у меня возникли, да, какие-то вопросы, но в целом изначально очень хорошо прописаны персонажи, характеры, и ну вот за исключением вот этого момента. И ты понимаешь эти герои, веришь им, и вот то, что мне понравилось, то, что ты читая эту книгу, ты находишь, ну вот как у меня было такое ощущение, что я был не просто читателем, который вот смотрел где-то здесь у себя на диване, да, или вот как ты смотришь фильм какой-то по телевизору, ты здесь и в телевизоре происходит какое-то действие. Такое ощущение у меня было, как вроде это все происходило со мной, особенно вот эти такие достаточно были там жестокие описания сцен насилия, вот как вроде бы ты это все чувствовал на себе. Это, конечно, да, это в какой-то степени неприятно, но вот подкупает то, что писатель вот настолько мог тебя увлечь и настолько достучаться до тебя, что ты даже вот это все переносишь на себя и воспринимаешь и чувствуешь это все сам. Даже вот эти все неприятные моменты, конечно, это очень подкупает и вот это мне понравилось. Понравилось мне еще то, что описание в книге ведется от двух лиц. Это Рози, жена, и от ее мужа Нормана. То есть даже эти главы выделены разным шрифтом и получается, что какие-то события нам рассказываются от лица Рози, ну вернее не от лица, а описывается то, что происходит в жизни Рози и потом описывается то, что происходит у нас с Норманом. И даже вот некоторые моменты тоже мне очень понравились, когда описывается вот какой-то инцидент со стороны Рози, как она это все видит и потом описывается со стороны Нормана уже по его ощущениям и как он это все видел и как он это ощущал. Это мне понравилось, ну не знаю, может быть и часто где-то применяется этот прием, но я вот как-то не помню, чтобы я где-то встречал, может быть это такие книги были или может быть раньше я даже как-то этого не замечал, вот не могу сказать, но почему-то вот здесь я это, вернее на это обратил внимание, может быть потому что выделено разным шрифтом и это как-то акцентировало на себе внимание, но мне вот этот прием понравился, это было действительно очень интересно узнать какие были эмоции у одного человека, что он чувствовал и потом в этой же ситуации узнать какие были и вообще видения всей этой ситуации со стороны другого человека, ну такой ход мне понравился если говорить о точности описания персонажа я считаю что персонажи описаны достаточно точно в том плане что я еще перед прочтением этой книги читал пару отзывов и ни в одном отзыве я встречал то, что вот особенно касалось образа Рози что вот она была такая никакая и 14 лет это все терпело и что кто это будет терпеть но в таком плане ну наверное это отзывы оставляли люди которые как-то поверхностно может ну не то даже ладно не то что поверхностно поверхностно но может быть они в своей жизни никогда нигде не сталкивались с такими ситуациями я считаю что Кинг очень хорошо описал образ и поведение жертвы но на самом деле я думаю что вы знаете что очень много таких женщин жертв которые терпят домашнее насилие и ничего абсолютно не предпринимают для того чтобы как-то это изменить ну по разным причинам у всех свои причины вот и в этом плане вот у меня абсолютно никаких претензий нет по поводу какой-то морали и насколько поучительна эта книга мне тяжело судить потому что сейчас я объясню почему но вот если ну кому она может помочь я не знаю то есть если живет там девушка женщина например и в такой вот семье она является вот такой жертвой домашнего насилия и например попадется ей в руки эта книга она ее прочитает и поможет ли это как-то как-то ли эта книга захочет ли она что-то изменить в своей жизни в своей судьбе я не знаю просто вот она жила например там много лет ее били ни за что или там за какую-то ну можно сказать ни за что да какая-то малейшая провинность это не считается за то что у мужа нет настроения издевались унижали вот и она не понимала что что-то идет не так то есть по идее такой человек которого унижают и которого бьют над которым издеваются ну сам наверное должен понять что ну как бы так не должно быть и наверное что-то идет не так в моей жизни и если когда тебя бьют и ушпарят и калашматят и ты не понимаешь что что-то идет не так а вот прочитав эту книгу и вот на тебя сойдет такое озарение и ты поймешь что ой действительно в жизни моей что-то не так нужно наверное что-то поменять я не знаю вот в этом плане ну вот как по моему мнению то вряд ли это кому-то поможет если человек ну может быть может быть конечно вот кому-то она попалась какой-то женщине и она действительно вдохновилась этой книгой и что-то изменило в своей жизни я просто тоже в этом плане наверное сужу вот с точки зрения какой-то логики ну как бывает в жизни что часто происходят какие-то события которые логике не поддаются поэтому может и действительно вот эта книга могла бы кому-то помочь поэтому вот ну у меня вот в этом плане так 50 на 50 ну даже не 50 на 50 даже вот 70 процентов я не уверен в том что эта книга могла бы кому-то помочь но если она кому-то помогла то хорошо поэтому насколько вот цена она в этом плане я затрудняюсь судить ну вот наверное вкратце конечно не знаю как вкратце мне кажется что уже там я и так наговорил больше чем хотел но если вот использовать минимум спойлеров в принципе я так особо ничего лишнего мне кажется и не сказал то наверное вот и все по поводу того советовать эту книгу или нет кому-то ну как опять же по моему мнению как я считаю если вы не приемлете никак фантастику не любите этого то тогда я не советую читать потому что в принципе я к фантастике отношусь ну как бы нормально но именно вот здесь в этой книге меня этот момент не устроил вот ну а если вы совсем это никак не приемлете то тогда наверное вам совсем испортится окончательно мнение об этой книге и скорее всего ну вы не получите уже того удовольствия от прочтения которое могли бы поэтому вот если вы совсем этого не приемлете то я не советую но хотя бог его знает может наоборот и понравится а так конечно в основном я советую эту книгу прочитать мне было интересно мне было не скучно несмотря на то что сюжет достаточно простой и скажем так даже незатейливый ничего такого какого-то там сверхразвития событий нет и ничего такого прям не происходит тем не менее читать было интересно и не скучно но еще хочу сказать то что Кинга я люблю может быть конечно сыграл еще и этот момент но опять же не все несмотря на то что я люблю Кинга не все его книги конечно же мне нравятся но вот это далеко не самое худшее ну из того что прочитал я она у меня в целом оставила очень положительное впечатление поэтому в целом книгу эту я почитать рекомендую вот такой обзор был у меня и вот такое мнение надеюсь что вам оно понравилось конечно же ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока до новых встреч